То, что проиграли, конечно, неприятно, но я бы не стал такое большое значение отдавать результату. Единственное, что не понравилось, это очень многое на ошибались сами, и соперник наказал за наши же ошибки. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем мы это избежали. Будем, конечно, работать над тем, чтобы устранить вот эти все недостатки. Но при всем при этом были и достаточно хорошие моменты, на которые можно обратить внимание, и закреплять, и первый гол забили показать. Понравились моменты, как мы действовали в атаке, как развивали свои атаки, как мы действовали впереди. Понятно, что есть еще над чем работать. И, в общем-то, сегодня, ну, неоднозначная оценка. Были как хорошие моменты, так и отрицательные будут все естественные. Сегодня был первый матч на открытой площадке. Тяжело ли было после манежа? Ну, конечно, непривычно. И нам было время, чтобы адаптироваться, потому что мы с 10 января работали в манеже, под крышей. Ну, совсем другая специфика, свежий воздух, другого качества поляна, хоть и там, и там искусственно, но надо было, конечно, время для того, чтобы привыкнуть. Ну, я не считаю, что это сильно как-то сказалось на наших действиях. Макайс и Кузьминок не участвовали из-за повреждений, и когда ждать их возвращения в игру? Да, у них травмы. Саша Макайс получил травмы в Угре с Белшиной. Ожидаем его уже на следующей неделе в общей группе. А Игорь Кузьминок получил травмы в медальном спайринге с шахтером Салийбарским. Тут, по прогнозу врачей, две недели. Поэтому, если пойдет восстановление быстрее, конечно же, быть только рады. Если все это быстрее со здоровьем умело быть в порядке. Сегодня и драпеза получил повреждения. Можно сказать, что с ним? Ну, по предварительным прогнозам, это подвернул голеностопный сустав. Насколько долго будем дальше смотреть, разбираться. Пока доктор не может сказать конкретно. Вношные снимки для того, чтобы более четко определить характер повреждений. Спасибо.